Есть подозрение, что много людей не думают никогда. Не получается. Выговоришь витоп, роняет капитализацию компании. Нет, пожалуйста, говорите людям, что они молодцы. Я Михаил Беляев, я руковожу представительством 1С Битрикс в Санкт-Петербурге. Выгорание суперпопулярная история, особенно среди HR-ов. Подавляющее большинство HR-ов называют выгорание как одно из самых серьезных тем и обращают на это внимание. Крупные компании даже у себя такую профилактику выгорания устраивают. Их единицы, правда, это большие компании, которые понимают, что выгоревший человек сильно теряет в эффективности. Это если он линейный сотрудник. Выгоревший руководитель отдела роняет KPI-отдела. Выгоревший топ роняет капитализацию компании. Очень жесткая зависимость. Мы сейчас с улыбкой про это говорим, но на самом деле достаточно страшная история. Если поспрашивать вокруг у себя коллег, знакомых, то вы точно услышите несколько явных тезисов, что да, я выгорел, или со мной такое случалось. И по статистике это случается с людьми не один раз, несколько раз. Это не то, что один процесс какой-то. В некоторых компаниях начинают появляться психологи, как штатная единица. У нас, например, есть психолог. Если ты чувствуешь себя немного не так, или у тебя вообще вопрос есть, как поступать в такой ситуации, ты можешь прийти к психологу и поговорить. Очень много разговоров не про работу у психолога. То есть психолог, конечно, не рассказывает, про что разговоры. Но если спросить, вот в основном, с чем к тебе приходят, то ответ такой, что большая часть вопросов, она не касается работы. Но напрямую влияет на неё. Если у меня дома ситуация, с которой я не могу справиться, ну, наверное, я не могу сосредоточиться на задаче рабочей полноценно. Как только я решил домашнюю ситуацию, то, что беспокоит меня очень сильно, гнетёт, нормально, я стал более продуктивен. Поэтому, конечно, работодателю нужно заботиться не только о комфорте человека внутри компании своей, но и заходить уже на территорию личной жизни аккуратно, да, не залезать специально. Но это полезно. Откуда эта история? Это история от скорости, от инфошума того же, от того, что мы потребляем огромное количество информации и вообще очень быстро живём. Точно так же мы видим, что каждый человек перегружен. Если ты не машешь лопатой или ты киркой не работаешь руками, а ты сидишь в офисе и занимаешься интеллектуальным трудом, как мы это говорим, тогда у тебя очень большой уровень, очень высокий уровень инфошума. Что такое инфошум? Это информация, которая вокруг тебя и над тебе пробивается. Было исследование, в котором говорилось, что в день человек получает около гигабайта информации. Гигабайт информации проходит через тебя. Новости, музыка, реклама, видео, что-то. В рабочем формате тебе сыплется какие-то задачки, новости. И это нужно уметь переварить. Для этого нужно уметь концентрироваться. А это у нас сейчас не очень здорово получается. Мы проводили большое исследование у себя по пользователям Bitrix24 и получили очень интересные цифры. Например, 67% руководителей говорят, что они реально перегружены и находятся под давлением информационного шума. Это значит, что им не сосредоточиться. Очень большое количество людей говорит, что для переключения между одной задачей и другой задачей им нужно от 20 до 30 минут. Это не быстро происходит, зависит от тренированности мозга, от того, насколько человек готов к переключению, насколько он выспался, гулял вчера или первая, вторая половина рабочего дня. Но вот чтобы переключиться с одной задачей на другую, нужно время. Не существует мультизадачности, человек делает последовательно что-то. Или делает всё вместе, но у него не получается ни то, ни другое, ни третье. История про Гайя Юлия Цезаря красивая, я её тоже люблю, но нет, не видно. Значит, это с одной стороны. То есть нужно переключиться. С другой стороны, очень большой процент респондентов, больше 30, если память не изменяет, говорит о том, что они каждые 6 минут берут мобильный телефон, для того, чтобы что-нибудь там посмотреть. Есть подозрение, что много людей не думают никогда. Не получается. У меня есть для этого интересное сравнение, чтобы понять, что мозгу нужно время для переключения, есть сравнение со сном. Когда-то тренеры по тайм-менеджменту говорят, давайте мы проведём такой ментальный эксперимент. Сколько времени вы спите в сутках? Ну, и человек отвечает, например, 6 часов. Готовы вы оторвать 5 минут и дать их мне? Ну, для какой-нибудь цели. 5 минут вроде немного, да, готов. Вы такие, каждые 10 минут я буду будить вас на 2 секунды. Вот мои 5 минут, я их распределю на всю ночь. Получается, человек не спит всю ночь, потому что мозгу нужно время для того, чтобы погрузиться в сон. Абсолютно та же история с задачами. Тебе нужно время, чтобы переключиться с одной задачей на другую. При этом у нас есть большое количество пуш-уведомлений, значит, мессенджеров, и они вот вокруг нас. Если вы посмотрите в свой телефон, сколько мессенджеров там установлено, и сколько из них присылает вам пуши, это реально очень страшная картинка. Двумя ключевыми причинами выгорания называют постоянную связь и перегрузки, и работу в неурочное время. То есть ты не отключаешься, мозг твой не переключается. Это не новость про выгорание, просто мы сейчас начали это обсуждать, ну, не то чтобы диагностировать, а замечать и обращать на это внимание. В Японии есть прям термин, называется он «хороший», это «смерть от переутомления на работе». Там и количество суицида достаточно большое, потому что нация трудоголиков. Они много очень работают и очень серьёзно к этому относятся, очень ответственно. Мы, кстати, тоже трудоголики. По статистике Россия входит в топ-7 стран по трудоголизму, то есть отношению к работе. Мы работаем достаточно много, если в часах смотреть, мы работаем в часах больше, чем, не знаю, Франция, Германия, там можно конкретные цифры привести, посмотреть исследования. При этом, обратная картина, мы в 16-м году заняли третье место с конца по продуктивности. То есть мы очень много работаем, но не очень здорово у нас это получается. Про причины мы только что поговорили. Это и инструментарий, мы не умеем нормально систематизировать информацию, мы не работаем в тех же системах, которые помогают нам не забыть сделать правильно, спланировать вовремя. Полностью не выключить социальные сети мало кто может позволить себе такую историю. Поэтому из практических рекомендаций на работе сконцентрируйте всю свою деятельность в одной системе. Мы как раз про это и стараемся дать максимальное количество инструментов в одном окне. И вот с этим окном можно работать, и там нужно выстроить какие-то правила. Это не решается только программным способом, поставь одну программу, у тебя будет там все, и все будет круто. Это решается внутренней установкой. Например, я планирую свое время и говорю, что с 10 до 12 я работаю вот с такой-то задачей. И на это время я, не знаю, ставлю телефон в авиарежим. Не смотрю на него в принципе, не отвечаю или ставлю табличку на стол. Некоторые компании так делают. Значит, выставляют там красную табличку, маркер такой, ко мне не подходить. Означает, что дергать меня не нужно. Вот айтишники умеют здорово это делать, но не все сферы такие. Постараться уйти в асинхронную коммуникацию. То есть с синхронной коммуникацией, когда мне интересно что-нибудь, я позвонил человеку и дернул его тут же, он мне дал ответ. Но человек отвлекся, и у него минус 30 минут на переключение на задачу. А здорово написать ему в чат сообщение. Дай информацию. Когда у человека есть время, он смотрит на сообщение и отвечает. То же самое правило работы с электронной почтой. Не по пушу ты проверяешь ее каждый раз, отключаешь пушу и проверяешь теленаправленно. Вторая история не про работу, а про восприятие информации и восстановление. С утра не берите телефон. Поставьте обычный будильник, он может у вас стоять рядом с тумбочкой, с кроватью, где? И вы его выключаете и включаете. Телефон находится в другой комнате. С утра говорят самое продуктивное время, когда можно в принципе подумать. Ну или можно опять же ментальный эксперимент на себе провести. Вы когда на работу идете, постоянно какой-то контент вы потребляете. Человек не думает. Он слушает музыку в наушниках, он листает ленту социальных сетей, он хорошо корпоративную почту читает. То есть это может быть полезно. Чкиво, окей, это не просто лента Фейсбука. Но тем не менее, это постоянное потребление какой-то информации. Но и опять же, если ты едешь в машине или в метро, сосредоточиться на письме или на задаче, нет никакой возможности. Ты можешь только прочитать и быстро ответить да или нет. Ок-не-ок условно. Не получается. Поэтому старайтесь исключать социальные сети и вообще телефон максимально из жизни. Есть вещи для борьбы со стрессом, которые ты сам можешь делать. Хорошо высыпаться, не залипать в гаджеты, планировать свой день. Есть вещи, которые может компания сделать для своих сотрудников. Например, атмосфера. Это очень емкий большой термин, что такое атмосфера. В качестве примера часто приводят офисы Яндекса или Гугла, где люди ходят в тапках, у них есть зона релакса, это же делается не потому, что хочется детский сад устроить такой в компании. Нет, это для того, чтобы была комфортная атмосфера. Она может быть не только в офисе, то есть не обязательно покупать кучу бинбэгов и снимать там 300-метровые помещения для 4-х человек. Нет. Можно просто адекватно относиться к любым идеям сотрудников. То есть если человек не боится высказывать идею, что им не засмеют, или скажут, что еще раз такое предложишь, значит, на совещание больше не приходи. Это состояние открытости, когда ты любому человеку можешь доверить. Тебе не страшно ошибиться, например. Если ты сотрудников не ругаешь за ошибки, то они получают право их совершать. Если ты боишься совершить ошибку, то вряд ли ты что-то новое, интересное сделаешь, правда. Это тоже история про стресс и выгорание. Есть момент с положительной обратной связью. Мне очень, даже не то чтобы нравится, мне очень хочется говорить об этом. Потому что в нашей культуре, российской, к сожалению, не принято давать положительную обратную связь. Отрицательное прилетает очень быстро. Из разных сторон. Если ты где-то накосячил, то ты об этом узнаешь тут же. Первым, вторым и несколько раз. А вот если ты сделал свою работу хорошо, то ты просто так и должен быть. Нет, пожалуйста, говорите людям, что они молодцы, потому что они сделали что-то хорошо, быстро, ну или просто что-то сделали. Вот реально положительная обратная связь подстегивает тебя продолжать и держит тебя в хорошем тонусе. Компания может поощрять хобби. Куча компаний, которые играют в футбол, не знаю, корпоративный теннис или что-то вместе совместное. Это же тоже история про переключение. Да, и про сплочение команды, но тем не менее про нормальный отдых без гаджетов. Вот как раз четко. Очень сладкой кажется дистанционная работа, особенно когда ты видишь только одну часть ее. Мы смотрим за общим трендом и проводили с компанией Jason & Partners исследование российское, смотрели, какой процент людей работает дистанционно в компаниях. Ну что такое дистанционно? Человек работает у себя дома, он не фрилансер, не получает там одну задачку или две задачки. Это не формат фриланса. Это формат, когда ты находишься просто в другом месте. У себя дома, в другом офисе. Года три назад это был один процент в России. Один процент сотрудников работали дистанционно. В основном это, конечно, сфера IT или сфера консалтинга. Бухобслуживание, например, удаленная бухгалтерия или дизайнеры, да, могут сидеть в любой точке мира, общаться. Колл-центры, да, распределенные, тоже можно технологически подключиться и сидеть у себя дома, если никто не кричит в ухо и в трубку. Тоже такое бывает. Но прогнозировали к 2020 году, в 2020 году до 20% увеличения. Если сравнивать статистику, то на момент исследования, вот у нас был в России 1%, в Америке 26 примерно. Теперь что получается из реальной жизни, когда ты думаешь, а давай-ка я буду работать удаленно, первое, что в твоей голове трясуется, это мне не нужно ездить на работу, и это круто, я не трачу время. Мне не нужно ходить в костюме и галстуке, в целом я могу работать где угодно, комфортно, я могу путешествовать и много-много всего. Но всегда есть как минимум обратная сторона, иногда их несколько. Это обратная сторона про вовлеченность, про то, что человек испытывает, что он чувствует, является реально частью компании. И вот здесь это процесс, который сложный и не всегда предсказуемый. Я сам работал в компании больше двух лет, как фактически удаленный сотрудник. Я был один в Петербурге и полностью прочувствовал, что такое удаленный сотрудник при отличных коллегах, отличном продукте, все круто со всех сторон. Но ты постоянно должен быть частью коллектива. Если бы у нас не было внутреннего корпоративного портала, в котором мы каждый день обсуждаем рабочие вопросы, если бы это информационное пространство не существовало, то я бы чувствовал себя правда оторванным. То есть это задача какого-то варяга, который находится на другом конце планеты и там что-то делает со своей внутренней мотивацией. То есть должно быть такое касание. Это очень важно. Поэтому, когда мы говорим про удаленную работу, конечно, этому способствуют еще инструменты сейчас. То есть ты можешь из любой точки мира зайти в интернет, получить файлы, документы, коммуникацию, в чатике пообщаться с коллегами, видеозвонком поддержать друг друга, о чем-то поговорить и договориться. И оцифровка всего контента – это залог правильного погружения внешнего человека в компанию. Например, вы начинаете проект, и если вся коммуникация у вас, например, в почте была до этого, то что новый сотрудник может получить? К нему нужно приставить отдельного тьютера-наставника, и он ему рассказывает, смотри, вот что происходило с проектом. Когда ты ведешь это все в единой системе, ты добавляешь человека в рабочий проект, в рабочую группу, и говоришь, посмотри, пожалуйста, что там происходило. И у него видны все задачи, все коммуникации, все обсуждения. Он за день-два полностью понимает, что это за проект. И это знание остается в компании. К слову, о корпоративном формате. Это очень быстрое погружение, сильно экономит и сотруднику время, и компании, конечно. Нам нравится очень термин «зор», «здоровый образ работы». Очень перемешана жизнь и работа сейчас, и здоровый образ работы нам, кажется, нужно пропагандировать. Потому что на работе, ну, самый крутой человек, у которого огромные мешки под глазами, и который весь такой вымотанный, ну, видно, что он много работает, хороший человек. Но, как мы видим из исследования, продуктивность такого человека невысока. Он очень много работает, но делает реально не столько, сколько мог бы. Поэтому мы, конечно, за здоровый образ работы. Это когда ты планируешь свое время, ищешь максимальную эффективность, но не перерабатываешь. То есть не выходишь из ресурса. Контролируешь свое состояние тем же самым уровнем стресса. Например, тебе что помогает? Тебе помогает, не знаю, таск-трекер, когда ты все задачи ведешь в одном. Не должен запоминать, у тебя мыслей даже нет, что-то я забыл про задачу. Нет, ты об этом не думаешь, это не занимает твой мозг. Они вот здесь лежат, ты на них смотришь, и по ним понимаешь, сколько тебе осталось, какие приоритеты расставить. Можно это делать по фотографии рабочего дня. Есть там разные картинки, можно сделать картинку рабочего дня. Пару дней позаписывать за собой, прям хронометраж, что ты делаешь. 20 минут я пил кофе, значит, потом 30 минут мы созванивались с клиентом, 10 минут мы не на это. Тут ты понимаешь, сколько времени тебе напереключиться, картинка есть, и сколько времени тратишь на ключевые процессы. Очень часто оказывается, что ты занимаешься не тем. То есть работаешь ты одним человеком, а делаешь ты не то, что должен делать этот сотрудник. И это очень здорово картину в рабочей жизни поправляет. Если говорить про компанию в плане продуктов, мы делаем софт, это два ключевых продукта. Первый, это платформа, один из битрикс-управления сайтом, на которой строятся большие и маленькие проекты. Это большой и крупный e-commerce, связной, лидорадо, евросеть, крупные магазины. И огромное количество небольшого бизнеса. Вообще, по статистике, мы больше 50% рынка занимаем среди коммерческих систем управления сайтом. На российском рынке. Достаточно большое количество. Второй продукт, это битрикс-24. И это управление бизнесом из одного окна. Большое количество функционала, который помогает работать с клиентами, налаживать внутреннюю коммуникацию, работать с задачами, выставить и выполнять планы, много-много всего, работать с документами. Это битрикс-24. И это концепция одного окна, когда компания работает в одном продукте и решает большую часть своих задач. Если говорить про компанию с точки зрения персонала, то мы не очень большие, наверное. Нас 300 человек, чуть больше. В России мы в трех городах. Это Калининград, откуда началась компания и основные силы сейчас там сосредоточены. Это Москва и Санкт-Петербург. Три представительства. Мы работаем по всему миру, тем не менее, это СНГ и страны любого зарубежья. Американский рынок, Китайский рынок, Латинская Америка, Европа. Очень большой разброс. Больше 6 миллионов компаний, которые работают в облачном сервисе битрикс-24. Когда ты начинаешь внедрять любую систему, ты же делаешь это не для того, чтобы выгнать человека или жестко что-то придумать. Ты делаешь это для того, чтобы помочь людям и бизнесу. Реально. Но очень часто это не доносят и не объясняют. Вот здесь ключевая история объяснить. Как объяснить словами и наглядными примерами. Общее корпоративное пространство для чего? Для того, чтобы мы вас слышали. Что можно в нем делать? Можно встать, выйти в центр корпоративной сети социальной и сказать, мне не нравится вот так. Или я хочу, чтобы это было по-другому. Или давайте-ка обсудим вот это решение. И так можно делать. Если такие настроения внутри есть, об этом нужно говорить. Когда внедряют большие проекты в крупных компаниях, это огромная часть работы. Система — это инструмент. То есть, условно, положить молоток на стол никак на гвоздях не скажется это. Нужно объяснить, как это работает, зачем это делается. И HR прям прописывают программу. Что мы будем делать с нашими сотрудниками для того, чтобы вовлечь? Мы выложим фотки с корпоратива. Первое, что приходит в голову. Да, это интересно, и люди идут и смотрят, что там происходит. Мы дадим доступ к документам. Никто не понимает, где искать шаблон заявлений на отпуск. А мы вообще шаблон уберем. Мы сделаем в четыре поле формочку, чтобы ее можно было отправить и получить. Классно, классно. Мы зарплатный листок покажем в портале. Здорово, интересно. И вот таких моментов, как это помогает сотрудникам, как это людям помогает, чтобы их слышали, чтобы их мнение было важно, чтобы если у них есть идея, это была их идея. Лично моя, Миша Беляева, это я высказал, и вот тот самый генеральный директор поставил мне этот лайк, от которого я танцую до вечера. Но это я сделал. Это не мой руководитель услышал от меня и потом принес. И эти плюсы нужно реально показывать. Вот что происходит. С CRM-системой та же история. Там опасений больше у менеджеров по продажам, но смысл абсолютно тот же самый. CRM-система призвана повысить эффективность каждого менеджера. Да, конечно, если менеджер ничем не занимается на рабочем месте, это очень быстро станет понятно. Но тем не менее, мы же предполагаем, что мы с адекватными сотрудниками работаем внутри компании. И эти люди тоже хотят делать примерно то, что им поручили или то, что мы хотим. И цели у нас совпадают. И мы говорим, вот тебе CRM-система. Максимальное количество действий, которое можно в этой системе сделать, мы постарались сделать автоматически. Тебе не нужно заносить письма, телефонные звонки, почтовые сообщения любые и сообщения из мессенджеров. Это мы все сделали за тебя. Нет, не нужно. Встречи остались. Если ты съездил на встречу, пожалуйста, отметь, что что-то происходит. Есть воронка продаж. И мы говорим, что ты идешь именно по этому алгоритму. Почему? Не потому, что мы хотим заставить тебя действовать только так и никак иначе. А потому, что мы проверили на статистике. Именно эта последовательность дает максимальный результат. Зачем тебе знать, что у тебя хорошо получается назначать встречи, но плохо получается закрывать продажу. Тебе это нужно знать для того, чтобы мы потом провели тренинг и рассказали, вот твоя точка, в которой ты не на 100% работаешь, даже не на 30%. Вот смотри, это сложность. Мы тебе подскажем, мы тебя не уволим, нет, не в этом смысл. Мы тебе подскажем, как лучше закрывать. И твоя личная эффективность вырастает. Вот есть человеческий фактор. У тебя 100-500 клиентов, и ты забываешь, что нужно через год снова продать им новый, тот же самый продукт еще раз. Вот тебе напоминания автоматические. Вот какие действия мы сделали. И вот этих причин, что мы сделаем за тебя, чтобы облегчить тебе жизнь, нужно очень подробно разговаривать, показывать. И это не один раз. Мы отправили письмо по компании, почитайте причины, для чего мы внедрили новую систему. Спасибо, КЭП, значит, все почитали причины, особенно в письме. Нужно эту работу планомерно проводить, обучать, собирать обратную связь. Есть пилотное внедрение. Если компания, опять же, крупная, они проводят на небольшой группе пилот. Смотрите, мы все придумали, все продумали, но как это вам заходит? Здесь тесно, здесь хотелось бы по-другому. Корректируется, выходит уже на всю компанию. Продолжение следует...